Апулья – прекрасный регион, и он очень разнообразный, от густонаселенных городов, как Бари, до самых маленьких безлюдных деревень. Море, холмы, озера, леса – маленькие и большие города. Если вы запланировали провести отпуск на море, то Апулья – идеальное место, где можно по-настоящему насладиться морскими просторами. Но здесь нужна машина, чтобы ездить от городка к городку для того, чтобы посмотреть разнообразные пляжи и выбрать место, где хотелось бы отдохнуть. Опунция в регионе Апулья растет как сорняк. А вот в Риме я покупаю ее плоды. Останавливаться в одном месте хотя бы на неделю будет скучновато. Я уже пожалела, что мы остановились в городке Триказы. Надо было путешествовать по Апулье. Но вот в этом городке я бы осталась на два дня. Милый и ухоженный городок Отронто. Я приглашаю вас в очаровательный приморский городок Отронто. Пляжи чередуются с великолепной природой. Отронто обязательно стоит посетить, если вы находитесь рядом. Поездка того стоит. Мы опять приехали очень рано. Было где-то 9 утра. Городок Отронто находится в 30 километрах от городка Триказы, где мы остановились. Здесь любят отдыхать сами итальянцы, которые обычно путешествуют на машине. Ближайший аэропорт находится в Бриндизе. Это где-то в 100 километрах от городка Отронто. И поэтому туристы из других стран, мне кажется, редко сюда доезжают. Мне очень понравился этот городок от пляжей и до узких тенистых улочек, по которым гулять одно удовольствие. Давайте вместе прогуляемся по утреннему городку. Порассматриваем сувениры, узкие улочки. Как же это прекрасно, что есть интернет и можно делиться путешествиями. Ведь в такие места, как это, редко кто доезжает. Обычно ездят в большие города и самые популярные места Италии. А с помощью интернета и вы, дорогие мои друзья, тоже здесь побывали. На самом каблучке итальянского сапожка. Мне очень интересно, с каких стран и городов вы смотрите меня. Напишите, пожалуйста, в комментарии. Прекрасный вид на море. И не менее прекрасные сувенирные лавки, которые хочется рассматривать бесконечно. Спасибо. Я остановилась посмотреть сувениры, а мой муж ушел вперед и начал закупать пасту, чтобы увезти в подарок родственникам в Рим. Для них это самый ценный подарок. Потому что к каждому типу пасты готовят свой индивидуальный соус. И паста никогда не надоедает. Получается, каждый день новое блюдо. В каждом регионе Италии есть своя фирменная паста, которую готовят именно в этом регионе. Вот и получается, что когда мы путешествуем, всегда покупаем в подарок пасту и оливковое масло. А это деревянные приспособления для приготовления разных видов пасты. Итальянские хозяюшки до сих пор готовят пасту сами. И для этого они используют вот такие приспособления. На этой узенькой улочке находится ресторанчик. Маленькие детали, освещение и темная улочка превращается в романтическое место. Такие улочки мне напоминают городок Спелло в Умбрии, в котором я была в прошлом году. Украшения в форме плодов опунции из съедобного кактуса и в форме острого перчика. Ох, не спится же нам в отпуске. Мы приехали так рано, что все магазины еще были закрыты. Хотя многие итальянцы идут в отпуск в августе, мы за 10 лет, которые я живу в Италии, только второй раз идем в отпуск в августе. Первый раз было в первой половине августа, а второй раз сейчас во второй половине августа. Но самое любимое время для отпуска у нас, конечно же, конец июня и начало июля. В это время все еще работают, открыты лавки, магазины, и когда ты едешь в другой регион Италии, чувствуешь настоящую атмосферу итальянской жизни. А вот в августе все по-другому. Очень много лавок закрыто, все в отпусках, и не чувствуется та атмосфера, за которой едешь в другой регион. И у меня сложилось чувство, что я что-то недосмотрела здесь. И виной всему всего лишь месяц август. Так что и вам, друзья, не советую планировать поездки по Италии в августе. Ну а я в регион Апулии еще вернусь и поеду в другие прекрасные места. Потихоньку все просыпаются и идут на пляжи. Побережье городка Отронто простирается примерно на 25 километров и может похвастаться разнообразными чередующимися пляжами, песчаными и скалистыми. Новый день и начинаем мы его с вкусного завтрака. Как всегда, капучино и корнетто с эмпличи. Может быть трудно представить, но в Италии есть свои Мальдивы. И они находятся именно здесь. Эти пляжи с очень мелким песком находятся в Маринаде Пескалузе и называют их Мальдивы Саленто. Мы находимся сейчас на побережье Ионического моря. Расстояние между городком Триказа и Пескалуза всего 20 километров. То есть от дома, где мы остановились, и до Мальдив всего 20 километров. И даже здесь есть пляжи для собак. Они, правда, ничем не отличаются от обычных пляжей. Только здесь собираются люди, как и мы, которые все время ездят в отпуск со своими питомцами. Мы приехали опять очень рано. Видимо, потому что мы привыкли вставать рано. А потом мы очень любим загорать и купаться, когда на пляже мало народу. Да и в наше время с коронавирусом мы искали место для отдыха, где было бы меньше людей. На самом деле пляжи Пескалузы очень красивые. Большая их часть мелководная с мелким песком и небольшими островками. Эти пляжи пользуются большим спросом у тех, кто отдыхает с детьми. Дети могут целый день находиться в воде. Протяженность этих пляжей почти 4 километра. Это настоящий райский уголок с чистым кристальным морем. Также здесь оборудованы стоянки, места для купания. Здесь создано все для хорошего отдыха. И, наверное, ни один пляж не обходится без торговцев. Пока мы гуляли по побережью, мы встретили их очень-очень много. Мы вернулись в городок Триказы. Не поворачивается язык называть Триказы деревней, ведь здесь живут почти 17 тысяч жителей. Городок Триказы расположен на побережье Адриатического моря. И в один день у нас была возможность отдыхать на побережье двух морей – Ионическом и Адриатическом. Вот такое преимущество отпуска в этой стороне Италии. Порт Триказы – это пристань для ягд городка, и здесь же купаются местные. Побережье дикое, скалистое, богатое гротами и скалами. Небольшой песчаный пляж, где можно остановиться с детьми. От песчаного пляжа мы прошли через арку и попали на другое побережье. Это побережье пользуется большой популярностью у молодежи. И сейчас поймете почему. Порт Триказы – это пристань. Порт Триказы – это комбина, который вы cara себеznstä. Порт Триказы – это по себе заработали. Порт Триказы – это мояелая сумма, и где живы-личные колороды, Вот такие условия. Джон t합 COMб Habenких, допустим, когда посп Рыскан в поиске, рев heeft во время классики Закона. Общакова findsue, Здесь можно спрятаться, уединиться, купаться в маленьком собственном бассейне. И что больше всего любит молодежь, так это прыгать с высоты. Я долго стояла, наблюдала, как ребята прыгали с высоты. Я бы, наверное, в их возрасте ни за что не прыгнула. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Давай-давай, прыгай, смелей! Субтитры создавал DimaTorzok Мы вечерами приходили гулять сюда, потрясающее место. А потом шли ужинать в ресторанчик. Субтитры создавал DimaTorzok Но, к сожалению, все было закрыто. Только полюбовались традиционным домиком Апульи, Трулло и поехали дальше. А еще удивили своим размером каперсы. Я их просто обожаю. Я люблю маринованные каперсы и обязательно добавляю их в рыбные блюда. Наш отпуск подошел к концу и мы возвращаемся домой в Рим. Мы выехали из городка Триказы в 4 утра. Выехали так рано только потому, что в конце августа все одновременно возвращаются домой. А дорога у нас длинная и поэтому лучше выехать раньше, чем стоять в пробке. Мы позавтракали недалеко от городка Альберо Белло и поехали дальше. Мне больше всего нравится проводить отпуск в горах, а мужу нравится море. Мы уже давно решили, что один отпуск мы будем активно путешествовать, как в прошлом году мы отдыхали в Умбрии. А следующий отпуск будет на море. Так и чередуем один отпуск на море, другой в горах. Чтобы никому не было обидно. Вот так и живем. Это уже просторы региона Кампания. Там Лацио и мы уже дома. По дороге мы обсуждали планы на новый отпуск. И еще я планирую однодневные путешествия по Италии. В день моего рождения на PayPal мне пришли от вас подарки в виде денег. Огромное вам спасибо. И на эти деньги я хочу съездить на туравтобусе в несколько интересных мест Италии. Я уже все забронировала. Хочу надеяться, что COVID не помешает путешествию. И я смогу показать вам что-то новое. Мы так боялись попасть в пробку, и мы в нее попали за 20 километров до въезда в Рим. На дороге была авария, столкнулись пять машин. В пробке мы простояли где-то полчаса. Кто-то тоже спешил домой. Пореография. Портое авария. Эх, в отпуске-то хорошо, а дома-то еще лучше. Я скучала по тебе, Рим. На этом я прощаюсь с вами, и следующее видео будет уже с прогулок по Риму. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. До новых видео, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!